итак здравствуйте дорогие друзья с вами снова канал пашем с пашей и сегодня мы продолжаем рубрику переезда в сочи и рассмотрим интересную тему покупки недвижимости в сочи вообще что необходимо знать как здесь недвижимость и вообще что интересно есть поэтому по этому поводу сегодня пригласил к нам на канал а ну она кто-то 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 она к занимается недвижимостью так я помогаю людям приобрести недвижимость как долго ты занимаешься уже этим ну что примерно понимать 2013 только то есть на протяжении пяти лет уже до пять лет замечательно то есть и наши на наши вопросы ты ответишь постараюсь постараюсь я добавил пару пару вопросов да я пошутил на самом деле здесь несколько вопросов которые я подумал что мне интересно относительно недвижимости в сочи и сегодня мы на них будем разбирать то есть выбирать ответы итак первый вопрос это доступность недвижимости в сочи насколько она доступна вообще все зависит от ваших финансов доступна от самого дешевого до самого дорогого а какие примерно вот границы от и до ну да я понимаю бесконечности до бесконечности это в долларах от 35 тысяч за квадрат в долларах рублей от 35 тысяч рублей за квадратный метр и заканчивая тысячами до сотнями сотни тысяч долларов долларов за квадрат за квадратный метр до хаят блин а я помню у нас смысле то есть там можно купить прям хаяте можно купить апартаменты вообще целый этаж покупая не хочу да конечно круто так ладно следующий вопрос есть какая-то разница в стоимости недвижимости по району есть конечно весь первая береговая линия и старая береговая линия чем дальше от берега и тем дороже ну и тем дешевле дешевле да ну и все зависит от района если это красная поляна находится 50 километров от побережья и там ценник за за сотку 7 земли от миллиона 700 тысяч миллион и выше все зависит то есть в принципе чисто теоретически чем дальше в горы тем дешевле по идее да но не всегда а то что касается районов с очень непосредственно центре центрального района центрального майка чем ближе азлер чем ближе к бизнес центру или к морю тем дороже а как и какая примерно разница но если мы допустим берем ну если допустим взять мамайку если первая береговая линия это прям около моря там будет от 100 тысяч за квадрат и удаленность два километра это уже где-то тысяч 70 за квадрат всем если еще дальше то еще дешевле если брать по земле от миллиона это первая береговая линия за сотку да и туда выше до 300 тысяч то что касается допустим адлер то же самое то же самое все везде а если брать немного удаленный район и там лазаревская то то же самое все все одно и тоже без разницы понятно ну лао будет чуть подешевле потому что эта деревня варданеса отписаны такие периферийные райончики маленькие лазаревского района они будут дешевле конечно там население все печально там сработать инфраструктура инфраструктура есть но конечно это же не бизнес-центр в основном люди ездят в Сочи работать там только отдыхать сейчас там немножечко подрифтят и мы продолжим итак следующий вопрос квартиры дома земля да то есть какая разница по квартирам по домам вообще что выгоднее что удобнее смотря что что вы хотите можно купить квартиру по цене дома можно купить дом по цене квартиры есть альтернатива есть квартира 70 квадратов за 4 миллиона и можно точно также готовый дом с тремя сутками земли купить за 4 миллиона ну это примерно в одном районе будут да? нет это будут районы разные то есть дом будет намного дальше то есть официально говоришь за 4 миллиона можно дом в Сочи купить? на сколько квадратов? дом будет квадратов 60 3 сотки земли чем ближе к центру тем дороже он будет стоить есть район близкий расположен близко к центру там дома 3 сотки дом 70-80 квадратов 6,5 миллионов без отделки без внутренней отделки есть район в горах барановка допустим это вид шикарный на море но далеко от моря можно купить 6 соток земли с домом за 2 миллиона а на сколько далеко? если по времени ну где-то минут на своем транспорте минут 15-20 езды до моря да? до моря если пешком то полтора часа ну в смысле на автобусе кубарем да? кубарем за полчаса да но вид конечно будет просто шикарный во время падения? во время взлета конечно ты будешь на параплане спускаться понятно расскажи еще про качество жилья потому что я слышал что в Сочи с этим все печально и качество зданий очень плачевное все зависит от застройщиков от застройщиков конечно кто-то качественно строит кто-то некачественно тогда в процентном соотношении примерно ну 80 на 20 20 качественно 80 некачественно то есть правые люди ну конечно на сегодняшний день ну да на сегодняшний день конечно застройщиков поменьше стало хороших ну в смысле вообще всех застройщиков поменьше стало и в основном уже более качественное жилье строят а как вот допустим по застройщикам тем же самым какие-то есть определенные которые давно на рынке и к которым уже можно доверять, да? да, да, конечно то есть которые вот прям сто процентов сдают дома да, которые уже больше десяти лет строят да а то слышал такую тему что очень много застройщиков и кого-то садят потом и в итоге никто не может дождаться своей в итоге все равно дождутся, но это будет просто очень муторно и долго потому что это Сочи надо понимать что люди которые приезжают в Сочи это не будет быстро по документам это будет долго Слушай, ну вот эти вот дома которые на Ламайке стоят, высотки там по-моему что 10 лет они уже стоят 10-20 они уже стоят даже так? то есть сейчас идет тендер кто их выкупит чтобы их дальше до ума довести а как перепродавать думаешь что ли? перепродавать там же собственники жилья это же было долевое строительство но вот кто-то выкупит я не знаю как это будет происходить пока есть только разговоры а толку никакой понятно так ладно с качеством я думаю понятно то есть качество разное да и надо подходить к этому просто с умом да если и с бюджетом и с бюджетом с умом и с бюджетом конечно потому что маленький бюджет не позволит хоть купить качественное жилье это точно ну и не факт что большой бюджет подводит качественный да ты тоже купишь качественный люди как правило приезжающие в Сочи думают что здесь можно за 2 миллиона купить чуть ли себе не гектар земли на самом деле такого нет даже мне уже смешно потому что я на самом деле это просто есть очень такие редкие кадры вот как я которые продают квартиры ну перекупщики грубо говоря на этапе строительства купили за копейки и потом он просто надо срочно продать квартиру чтобы дальше вложить денег ну и можно найти таких людей которые хорошую квадратуру по хорошей цене продают но это мало ну надо искать да просто надо искать единичный случай то есть это не так приехал вот зашел в магазин купил карбасу и пошел здесь надо время понятно смотри ну вот раз мы затронули тему риэлторов там сдачи продажи и так далее скажи я слышал что здесь очень мало того что здесь очень много риэлторов помимо этого очень много обмана очень много вот фейковых да как везде недобросовестных риэлторов это везде это не только в Сочи это по всей стране это Москва, Питер здесь их особенно много мне кажется Краснодар могу сказать что они везде есть и везде и к сожалению очень много местных которые город не знают и впаривают то что вообще не знают как там Адлеровский район Адлеровский район да после которого мне хотелось вытащить его через камеру и придушить честно так Адлеровский городом обзывали ладно пережили но Адлеровский район это был просто край давай тогда сейчас какую-нибудь интересную пикантность добавим к нашему контенту три правила как определить местный человек или не местный нет вот риэлтора насколько он хорошего качественного надежный или нет не очень блин даже не знаю честно говоря три первое посмотреть в глаза почувствовать просто человека твой не твой вибрационно да конечно первое есть ладно еще два во вторых насколько он грамотный именно вот по жилью и по документам потому что очень многие риэлторы работают продают а потом приводят юристов которые тоже не всегда то есть надо смотреть насколько человек вообще знает город как давно он здесь живет как давно он этим занимается то есть то есть и наверное сам оптимальный вариант местных искать все-таки да риэлторов или ну почему есть и не местные риэлторы которые честно работают просто этот человек должен давно заниматься этим делом ну не меньше пяти лет пять лет конечно потому что новички очень много новичков которые хотят вот сорвать куш быстренько продать денег заработать и свалить кто их будет где искать а люди которые работают до дно они дорожат своей репутацией поэтому они не будут себе впаривать вообще какой-нибудь смотри а как допустим найти этого человека какие-то ресурсы есть определенные или что или там друзья в друзей только так есть правило пяти рук знаешь да вот оно работает очень хорошо рукопожатие да пяти рукопожатие вот это вот правило если ему придерживаться то в принципе можно первое есть рукопожатие надо еще четыре да так ладно следующий вопрос это инфраструктура вокруг вот домов и так далее как оно вообще развита здесь потому что застройка достаточно плотная в Сочи насколько я видел с парковками беда с садиками беда совсем беда Сочи город курортный поэтому сами понимаете какая здесь инфраструктура это не Москва это не крупные города поэтому здесь не всегда будет то что ожидает народ с парковками проблема с садиками проблему со школами Смотри вот ты как человек обычно скажи с садиками со школами какая проблема потому что от кого-то я слышал что реально как бы есть проблема у меня знакомы недавно переехал вообще никаких не было устроить ребенка это прямо элементарно все было и тоже от кого-то слышал что наполенность в этом году первый класс я точно слышал от учителей 50 до человека про садике я не говорю ничего потому что сейчас в принципе есть частные детские сады но не все же могут все позволить частными поэтому как бы так альтернативы и сейчас на детский сад какое-то время поводить ребенка там за 12 тысяч месяцев если конечно позволяет бюджет но потом уже в обычный садик перевести до такое да практикуются школы школу не хватает внутри реально не хватает допустников очень много зачисляется в школу поэтому инфраструктура для сочи если здесь не жило столько народу в принципе нормально так как сегодняшний очень приезжают до каждый день приезжают особенно сто семьдесят четвертый регион мне попадается просто через я только в одном моменте вырежу когда машины нет на самом деле иногородник очень много даже несмотря на то что сейчас уже сезон почти закончился сейчас идет бархатный сезон и иногородник машины очень много очень ну многие как раз таки едут на бархатный сезон в надежде вот увидеть сочи чтобы не было такой знойной жары в то же время можно было искупаться и так далее на самом деле я могу сказать что мы каждый день гуляем по вечерам по набережной еще десять лет какой еще десять еще пять лет назад столько народа не было на сегодняшний день просто толпы народа ходят по набережной в октябре чтобы столько людей было я не помню такого честно я не знаю что за прикол когда я иду по набережной я никого не вижу постоянно два-три человека ты просто высокий а да да с высоты птичьего полета не всегда видно что идет пониже понимаешь а ну да под ногами что-то мягкое обычно согласен поэтому что-то спотыкаешься в любом случае по головам и так следующий вопрос осталось еще два вопроса и я не в том порядке их задавал в котором отмечал здесь в итоге совсем забыл совсем забыл что здесь цифры были то что касается оформления документов сама самая интересная тема да очень интересная долгая тема на нем можно рассуждать кратко 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 на что надо смотреть при покупке жилья если при покупке жилья это будет следующее видео сейчас вот конкретного оформления документов при покупке только вот кратко уже то есть я слышал что сочи это как проблематично что взятки-незятки откаты не откаты и так далее надо как бы везде оформлять если это моя сделка добро поль купли-продажи вот уже в росреестре вопрос пять дней вам все оформит но опять же на усмотрение этого регистратора если все документы в порядке без проблем вам оформят ваше право если конечно ты покупаешь на первоначальном этапе ну то есть на этапе застройки там уже намного все сложнее насколько насколько нам долго но